Эфир канал ОТС продолжает новости экономики и бизнеса. В студии работает Ксения Петренко. Начинаем выпуск с цифры дня. По 3 миллиарда рублей предлагают выделять разработчикам искусственного интеллекта Минпромторг. Согласно инициативе, компании смогут получить деньги на 6 лет, если обязуются вложить свои средства в объеме как минимум 30% от стоимости проекта. Они должны разработать и внедрить конкурентоспособные технические средства для искусственного интеллекта в медицинской сфере, в области распознавания образов и речи или систем безопасности. Причем объем внедряемых решений должен хотя бы в два раза превышать размер субсидий. Сегодня в выпуске о росте цен на жилье, маркировки БАДов и страховки от хакеров. Подробности далее. Просроченные кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета за прошлый год не допустили. Об этом сообщили на заседании регионального правительства под руководством губернатора Андрея Травникова. По данным Минфины и налоговой политики Новосибирской области, властям удалось сбалансировать главный финансовый документ региона. В итоге расходная часть областной казны составила 199 миллиардов 169 миллионов рублей, а доходная часть на 4 миллиарда меньше – 194 миллиарда 731 миллион рублей. В Новосибирске жилье на вторичном рынке подорожало в марте на 13 процентов. Цены поднялись в большей степени на квартиры в Первомайском и Калининском районах города. По словам аналитиков, в минувшем месяце на вторичке в областном центре за 1 метр квадратный просят 72,5 тысячи рублей. В Калининском районе жилье стало дороже на 22 процента, а в Первомайском на 18 процентов. В меньшей степени выросли цены на вторичку в Кировском и Зайльцовском районах. В Первом такое жилье подорожало на 3,8 процента, во Втором на 3 процента. Наибольший интерес жители Новосибирска проявляли в прошлом месяце на квартиры на улице Зорге и Виктора Уса. Наибольший рост мировых цен на продовольственные товары в ближайшие два года возможен на сою, масличные культуры и зерно, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства. Соевые бобы могут подорожать на 20-30 процентов, масличные культуры от 6 до 8 процентов и зерно от 4 до 7 процентов. Средний рост цен на продовольственные в мировом рынке в ближайшие два года замедлится и составит 3,4 процента в годовом выражении. Ожидание роста цен аналитики объясняют снижением предложения товаров и услуг на фоне пандемии, увеличением доходов граждан в развивающихся экономиках. Ключевыми факторами повышения цен на сельскохозяйственную продукцию в России в агентстве назвали снижение производства. В январе-феврале 2021 года производство мяса птицы снизилось на 8 процентов от года к году, яиц на 3 процента, подсолнечного масла на 7 процентов, муки на 12 процентов, по данным Росстата. Биологически активные добавки намерены промаркировать. Инициатива принадлежит Ассоциации компаний интернет-торговли. Она предложила Минпромторгу распространить эксперимент с маркировкой на те БАДы, которые россияне покупают онлайн за границей. Это должно снизить уровень контрафакта. Пока такие продукты никак не попадают под учет, хотя очень востребованы у наших граждан. Только в прошлом году россияне совершили 4,5 миллиона интернет-заказов на 26 миллиардов 400 миллионов рублей. Напомню, систему прослеживаемости уже активно применяют для других товарных категорий меховые изделия, лекарства и сигареты. В 2020 году в России серьезно подскочил спрос на страховки от киберпреступлений. Всероссийский союз страховщиков заявил, что количество купленных компаний полисов за год выросло в пять раз и приблизилось к тысяче. Ситуация связана с пандемией, переходом фирм на дистанционный формат. Наибольшим интересом проявляют кредитные организации, IT-компании и те, кто занят услугами по архивному хранению данных. В Ассоциации профессиональных страховых брокеров заявили, что число проданных полисов было даже выше. В 2020 году удалось заключить несколько десятков крупных договоров и несколько тысяч мелких. При этом эксперты пояснили, что рынок только продолжает развиваться. Полисы по киберстрахованию компенсируют последствия широкого ряда случаев, связанных с информационной безопасностью. Обычно договор покрывает восстановление системы данных непредвиденных расходов на расследование или из-за перерыва в деятельности предприятия. Анализ уязвимости сервисов, утечки персональных данных. Процедуру госзакупок в России необходимо упростить. На это направлен законопроект, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас документ готовят ко второму чтению. Правительство вносит поправки. Ожидается, что к июню нормативно-правовой акт примут. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Лавров. Закупочная система должна поставлять товары, работы, услуги и в нужный срок по коротким процедурам в требуемом качестве в конкурентных условиях, добавил он. Новый документ, по сути, ускорит и унифицирует процедуру в электронном форме. Главным плюсом закона станут рост конкуренции и повышение качества товаров и услуг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова